На фестиваль театров кукол Муравейник приехали гости из Белоруссии. Гродненский областной театр кукол привез в Иваново спектакль «Пиковая дама». Перед началом постановки артисты напомнили, как появилось бессмертное произведение Александра Кушкина, в какое время написано и расшифровали незнакомые нынешнему поколению слова, касающиеся карточной игры, вокруг которой развиваются все события в повести «Пиковая дама». Карточная игра называется «Штос», это ее немецкое название, по-французски название «Фараон». Смысл этой игры можно определить такими словами, как везение, удача, фортуна и так далее и тому подобное. Никакой логике эта игра не поддается, ни математической, ни какой-либо другой. Все построено только на удаче и на везении. Именно поэтому с этой игрой связано очень много тех самых игрецких анекдотов, то есть какие-то мистические истории, байки и так далее. Показывать мистификацию по мотивам повести Александра Пушкина и оперы Петра Читьковского решили в Театре драмы. Зал Ивановского Театра кукол оказался неподходящим для такого рода постановки. Должен быть камерный зал, мест на 80, которые идут амфитеатром. Чтобы сцена была внизу, чтобы сцены высокой не было. И чтобы каждый зритель видел и небольших кукол, и очень камерный спектакль, и все движения актеров, мимики и так далее. Вот такой он поставлен практически на комнату. Но мы умоляли, все-таки умолили. В техническом плане пиковая дама оказалась большой сложностью для наших театров. Из положения вышли, разместив зрителей полукругом прямо на сцене. Так всем все было хорошо видно и слышно. Не узнал. Какая тайна. О чем вы? Я хотел бы видать у старой графини секрет трех карт, чтобы поправить свое положение. Тогда мы могли бы... Так значит, эти страстные письма, это дерзкое упорное преследование, эти пламенные речи, все это было нелюбовь. В пиковой даме Гродненского театра кукол сплелись сразу несколько видов искусства. В спектакле действуют не только марионетки. Зрителям хорошо видна работа актеров, как это бывает в театре драмы. Кроме того, звучат отрывки из одноименной оперы Чайковского как в записи, так и в живом исполнении. Артисты в этом спектакле не прячутся за ширму, а работают параллельно с марионетками. С помощью этого спектакля мы ломаем стереотип, или пытаемся ломать стереотип, который возникает у всех в сознании, когда они слышат упоминания о театре кукол. То есть они всегда думают, что это что-то для маленьких, для детей, зайчики, ежики и так далее и тому подобное. То есть ни у кого не возникает мысли, что театр кукол, что он может замахнуться на что-то такое большое. Искать что-то новое, ломать стереотипы театр вынуждает время. И здесь важно, как говорят кукольники, найти золотую середину, чтобы технические новшества не захлестнули искусство, которое должно существовать в чистом виде. Любовь Почерников, Денис Денисов, РТВ Иваново.